Вариантов помощи фронту стало больше. Теперь владельцы гладкоствольного оружия могут передавать его в зону боевых действий. Это стало возможным после изменений в законодательстве. Какие виды подойдут для отправки и куда обращаться желающим, смотрите в материале Дмитрия Петрова. Турецкая пятизарядка – одно из двух оружий, которым охотился Эдуард Макаренко. Старенький ИШ-57 мужчина оставил себе, а новый автоматический ствол решил пожертвовать на фронт, когда узнал о такой потребности. Потому что когда-то я сам участвовал в чеченской кампании в 1994 году. Бывший военный. Соответственно, я понимаю все трудности наших сослуживцев, так можно сказать. Поэтому для таких нужд мне ничего не жалко. На оформление документов для передачи сотрудник Росгвардии тратит не более 10 минут. Специалисты согласовывают с собственником день и время заранее. В обозначенный срок на место приезжает представитель Министерства обороны. Он сразу забирает оружие. Сейчас уже двое жителей региона передали ружье на фронт. 10 июля в очереди были еще 8 охотников. Если желающих будет много, в Центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выделят отдельный день для передачи. В рамках взаимодействия с представителями Минобороны получена информация, что в приоритете именно гладкоствольное оружие 12-го калибра. Сейчас в Сахалинской области проживают почти 15 тысяч владельцев огнестрельного оружия. На хранение у этих людей больше 27 тысяч стволов различного вида и типа. Сотрудники Росгвардии сделали почти 2000 проверок собственников. В результате обнаружили 144 нарушения. Владельцев привлекли к административной ответственности. 90 лицензий и разрешений аннулировали. Изъято около 500 стволов и более 3000 патронов. Самое распространенное нарушение – собственники вовремя не продлили лицензию. Хотя об этом им накануне напоминали сотрудники Росгвардии. А если владелец не хочет больше пользоваться ружьем, ему также предлагают передать его на СВО. Добровольно переданное оружие, соответственно, нуждается в зоне СВО. Особенно эффективно применение это по близко подшедшим квадрокоптерам, либо беспилотного самолетного типа. Эффективно. Почему? Потому что гладкоствольное оружие создает облако, помех, выразимся так, металлических, что приводит к уничтожению, соответственно, спасению объекта, либо спасению жизни людей. Продолжается и кампания по добровольной сдаче оружия, которое незаконно хранится у островитян. К ответственности жители не привлекают, а также можно получить компенсацию. В этом году за боевое стрелковое оружие реально выручить до 20 тысяч рублей. Гладкоствольное оценивают до 15 тысяч. Пистолет, револьвер и газовое оружие – 5 тысяч, а патроны – по 100 рублей за штуку. Дмитрий Петров, Иван Гамзов, Владимир Скрипкин, Солнце ТВ.